Сказка на серьезную тему. В Нижневартовске поставили спектакль о добыче нефти. В его основу легли воспоминания первопроходцев. Молодой режиссер из Москвы предложил свою версию появления города. На репетиции побывал и наш корреспондент Жанна Кузьмина. Сцены работы буровой бригады показаны почти с документальной точностью. Они чередуются с музыкальными номерами, поют о добыче нефти. Название постановки «Нижневартовск. Нефтяное сердце» не должно никого смущать, объясняет режиссер. Ведь это история о людях и для людей. Помнить о том, откуда все это появилось, очень важно и очень ценно. И в этом одна из задач Тюдза – это соединять вот эти поколения. Ну, то есть, условно говоря, ребенок смотрит этот спектакль. И потом он ради того, не ради того, чтобы что-то понять здесь, в зрительном зале. Ах, вот как они нефть достали. Нет, а чтобы потом мама, которая была с ним, или бабушка, которая с ним была, пришла домой и сказала, а мы приехали, а наша семья сюда приехала в таких-то годах. Вот смотри, это только тема для того, чтобы они об этом разговаривали. В основу спектакля легла информация из музейных документов и воспоминаний ветеранов-нефтяников. Артисты встречались с теми, кто непосредственно участвовал в освоении месторождения, помогал его обслуживать и организовывал быт переселенцев. В силу того, что я никогда не был связан с этой профессией, я смутно себе представлял, что это такое вообще. А это невероятно тяжелый труд. Это достаточно такой очень тяжелый путь, который они преодолели. Мы все это изучаем, и, наверное, это на нас тоже накладывает немножко такую ответственность в плане того, что мы же должны рассказать об этом зрителю, показать им это все, что не так все было чудесно, как сейчас у нас. Не стояли вот эти девятиэтажки, шестнадцатиэтажки, этого всего не было. Люди не жили в таких условиях. Это все вырастало, все становилось. Несмотря на серьезную тему, это все-таки сказка. Так определил жанр постановки сам режиссер. В ней много правды, но есть и вымысел. К примеру, в спектакле оживают капля нефти и вода. История рассчитана на детскую аудиторию. Однако и родители найдут в ней немало познавательного. Я человек новой времени, если можно так еще выразиться. Я сказал, что не знаю, что такое самотлор. А сейчас, когда я работаю над этим спектаклем, то я рассказываю о том, что мы делаем спектакль про самотлор, и оказывается, что уже никто, кроме старшего поколения, не знает, что такое самотлор. Поэтому мне еще кажется, что это чрезвычайно важное дело рассказать о самотлоре. Символично, что премьера спектакля состоится 16 июня, в самый разгар самотлорских ночей. Ведь в нем расскажут историю рождения города, который и дал старт фестивалю. Жанна Кузьмина, Эрик Абдулганеев, Вести Егория, Нижневартовск.